Установка автоматически раздает корма. Она все задается программой, в определенный момент времени она включается и корма поступает. Времена, когда на земле приходилось работать только руками, стремительно уходят в прошлое. Современное сельское хозяйство – это достижение инженерной мысли. Например, автоматическая дойка коров или анализ почвы с помощью дронов. Как все это работает, показывает губернатору Краснодарского края. Венимин Кондратьев сегодня приехал в Кубанский аграрный университет, чтобы поздравить всех с Днем студента. Дольше всего глава региона задержался на МИХФАКе. Инженеры в сельском хозяйстве все равно, что на военном заводе. Профессия стратегическая. Не относитесь сегодня к учебе, как, значит, может быть в советское время, когда было настолько, вот, наличие диплома позволяло в жизни устроиться. Сегодня нужен профессионализм, высокий профессионализм, чтобы в жизни найти себе применение и найти достойную зарплату. Сегодня бизнес ищет, но не выпускников с дипломами, а профессионалов, высоких профессионалов. Потому что вы сможете заработать и для бизнеса, и для себя, но только в этом случае. Вот есть интерес двусторонний, а самое главное, вы еще должны быть мыслящими инженерами. Знаете, как можно даже балаху подковать, если это нужно будет. Хотя этому вас в ВУЗе не учили, но эта жизнь вас заставит, и вы должны быть готовы к любым форс-мажорным обстоятельствам уже в своей работе. В сложившейся геополитической обстановке сельское хозяйство в России стало одной из важнейших отраслей. Вместе с этим главный аграрный регион страны, Краснодарский край, вышел на передовую в борьбе за продовольственную безопасность. И это приводит не только к импортозамещению, но и к росту интереса к сельхознауке среди молодежи. Надо развивать свое сельское хозяйство, потому что много покупаем за рубежом продукции, поэтому и росте, то есть наш президент пытается сейчас уйти от этого и развивает больше свою систему сельского хозяйства. Как это делается на практике, губернатору рассказывают сами студенты кубанского сельхоза. Например, в этих специальных камерах создают искусственный климат, что позволяет за короткое время понять, как в тех или иных условиях поведут себя новые сорта риса или пшеницы, которые ученые вывели здесь же, в ВУЗе. Всегда селекционеры оставались преданными сами себе, своему делу. Поэтому сегодня селекция, которая наша, самая лучшая в России, да я думаю, в мире. Сорта пшеницы, которые сегодня здесь. Учеными кубанского сельхозяйственного вуза, вот здесь эта селекция создавалась. Вы сегодня продолжаете, ребят. Самое главное пожелание, ну конечно с праздником, с днем студента, вот оставайтесь верными сами себе, выбранной профессии, своему долгу, ваших, ну как будущее нашего кубанского хлеба. Но пока ученые трудятся над будущими открытиями, необходимо защитить то, что есть уже сейчас. В университетских лабораториях демонстрируют возможности по оценке качества различной продукции. К тому же студенты здесь получают практический опыт и могут познакомиться с представителями ведущих компаний для последующего трудоустройства. Где мы можем в реальной жизни использовать то, чем вы занимаетесь здесь? Сегодня практически все наши винозаводы, которые в той или иной степени используют завезенный виноматериал, перед тем, как это делать, они приходят к нам. Они изучают полностью у нас. И практически со всеми винозаводами, со всеми виноградовскими хозяйствами мы работаем. Тот, кто прошел сертификацию, подтвердил уровень качества своих продукций. О том, куда должен двигаться агропромышленный комплекс Кубани, говорили уже в неформальной обстановке. Задать вопросы губернатору пришли молодые ученые Кубгау. Студент факультета перерабатывающих технологий Данил Харольцев рассказывает о потенциале тритикали. Это гибрид ржи и пшеницы. Из подобной муки получается хороший хлеб. А в этих небольших стаканчиках жидкий пектин. Его разработали в университете. Раньше полезный полисахарид получали в виде порошка. Все эти проекты имеют огромный потенциал, замечает Вениамин Кондратьев. Однако важно, чтобы научные разработки внедрялись в жизнь. Вы сегодня учитесь. Вы идете к тому, чтобы завтра стать самостоятельными, востребованными. Очень важно. И вот насколько вы сегодня будете качественно учиться, насколько вы сможете завтра стать востребованными, целиком зависеть будет от вас. Много специалистов, вы сами знаете, которые у наших крупнейших ведущих агрохолдингов, где специалисты приезжают из-за пределов края, из-за других вузов. Но это не значит, что у нас не до своих, а наши уезжают в Белгород, как я там тоже, почему я про него вспоминаю, второй раз был там, там работают наши выпускники. Просто найти друг друга не могут. Они должны изначально работая, понимать, кто в них заинтересован. А тот, кто в них заинтересован, должен изначально их найти еще на втором курсе. И они будут на правильном пути, и аграрный бизнес нас будет понимать, что сегодня у них есть перспектива. Поэтому давайте, на самом деле, поможем. Надо здесь придумать площадку, придумать даже, если ее нет, где они могут находить друг друга. В качестве подарка в День студента Вениамин Кондратьев пообещал, что краевые власти помогут продвинуть научные проекты. Уже в феврале их презентуют на российском инвестиционном форуме в Сочи. И это касается не только Кубанского аграрного университета. Главное, чтобы представленные идеи отвечали интересам рынка. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.